Образование жировых отложений над коленями – настоящая проблема для многих женщин. Безусловно, девушкам не хочется отказываться от стильных нарядов. Но эффектные юбочки, короткие платья и шортики становятся недоступными, когда ноги выглядят плохо, имеют неприглядный силуэт. Почему же образовываются эти неприятные мешочки над коленями? Как с ними бороться? В первую очередь важно начать принимать профилактические меры. Пригодится умеренная диета, обязательно понадобится определить для себя необходимый минимум физических нагрузок, необходимые специальные упражнения для поддержания ног в хорошем состоянии. Энтен Пепеп. Замечательно, если вы сумеете выяснить, что именно стало причиной образования жира над коленями. Вполне возможно, что вы худели, неправильно питаетесь, либо у вас сидячая работа. Вредно мало двигаться, жир быстро начинает откладываться на ногах, если вы употребляете много жирного, мучного, сладкого. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. А иногда над коленями оказываются не отложения жира, а отеки. Вода скапливается чаще всего из-за неправильного режима. Желательно не пить перед сном, кушать минимум за три часа до сна. Вам нужно узнать, как убрать жир над коленями, закрепить результат. Запомните все секреты красивых ног, рецепты обертывания и упражнения, сделайте ваше питание сбалансированным. Тогда жир над коленями исчезнет, ноги будут выглядеть замечательно. Секреты красивых ног. Принимаем меры профилактики, для начала попробуйте определить, что именно плохо отражается на ваших ногах. Принимайте меры профилактики обязательно, иначе упражнения, диета и обертывания все равно не помогут справиться с жиром над коленями. Рацион питания. Проанализируйте ваше меню. Жир над коленями может начать образовываться от нарушения обмена веществ. Кроме того, люди не всегда замечают, как они набирают вес. А над коленками жир появляется в первую очередь. Озвучено Яндекс Спичкит. Важно придерживаться правильного режима. Сократите до минимума количество жирных, мучных, сладких продуктов, кондитерских изделий. Можно временно отказаться от булочек, сливочного масла, жирного мяса и рыбы. Отдайте предпочтение оливковому маслу, нежирному мясу и кисломолочным продуктам с низким содержанием жира. Питье. Необходимо обратить внимание на ваше питье. Многие люди пьют слишком много кофе, крепкого чая, заменяют различными напитками вечернюю еду, пьют воду непосредственно перед сном. Все это плохо отражается на обмене веществ, провоцирует не только скопление жира над коленями, но и образование отеков. Они тоже выглядят очень плохо. Вам надо пить больше минеральной воды, зеленого чая, отказаться от крепкого кофе. Пить последний раз нужно за 2,5-3 часа до сна. Положение тела. Иногда жир над коленями скапливается из-за того, что женщина любит подолгу сидеть в фиксированной позе. Подумайте, как вы привыкли читать, смотреть телевизор, общаться с друзьями. Нет ли у вас любимого положения тела, в котором вы находитесь часами? Надо отказаться от старых привычек, научиться менять позы регулярно. Это не только поможет предотвратить скопление жировых отложений, отеков над коленями, но и позитивно повлияет на кровообращение. Секреты красивых ног, образ жизни. Настоящая проблема для всех, кто борется с жировыми отложениями – сидячая работа. Разумеется, искать новое место и отказываться от привычного офиса из-за некрасивых ног и образовавшегося жира никто не будет. Однако и бороться с трудностями тоже необходимо. Вам понадобится разработать собственную систему упражнений для сидячей работы, выполнять их каждый день. Несколько примеров эффективных занятий будут приведены ниже. Отсутствие физических нагрузок. Иногда женщины занимаются спортом, но только определенным видом. В итоге одни группы мышц развиваются, а все остальные продолжают спать. При этом люди говорят о здоровом образе жизни. Поменяйте ваш подход к занятиям спортом, физическим нагрузкам. Небольшие упражнения можно выполнить всегда. Практически на все группы мышц положительно влияет плавание. Отлично, если вы запишетесь в бассейн. Надо чаще гулять, перестать ездить в лифте, охотнее подниматься и спускаться по лестнице дополнительно. На внешнем виде ног это отразится положительно. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Учитывайте все рекомендации, когда начнете бороться с жиром над коленками. Тогда вы быстрее увидите результаты и сумеете их закрепить. Особенности меню. Избавляемся от жира над коленями. Запомните еще несколько нюансов, чтобы ваше питание не провоцировало образование новых жировых отложений над коленями. Меньше соли. Старайтесь меньше солить блюда. Добавляя соль, мы задерживаем воду, жиры в организме. Конечно, отказываться от соли совсем тоже не нужно, но ограничить ее употребление надо. Особенности меню для похудения в коленях меньше жиров. Следует есть меньше жирного. Помните, что даже вкусная поджаренная шкурка от диетической курицы способна спровоцировать отложение жиров. Она вкусная, но вредная. Еда на ночь. Если вам необходимо перекусить перед сном, выбирайте нежирный йогурт без добавок, простой кефир. Вы насытитесь, но жир над коленями не образуется. Оощи. Отлично, если вы будете есть больше овощей. Их нужно готовить на пару, употреблять сырыми. Вам пригодятся морковка, капуста, помидоры, огурцы. Ягоды. Включите в ваше меню крыжовник и чернику. Они тоже помогут справиться с жиром над коленями. Придерживайтесь заданного режима питания, старайтесь не кушать на ночь и не провоцировать отложение жиров. Обертывания великолепно борются с жиром над коленями, эффективное обертывание. Обратите внимание, когда вы сделали обертывание, лучше всего ходить. Таким образом жир с коленей уйдет быстрее, будет оперативно расщепляться. Водоросли. В специализированных магазинах вы без труда найдете специальные составы с водорослями. Они предназначены для обертываний в домашних условиях. Вам нужно сначала тщательно помыть ноги, распарить их, а затем нанести на проблемные участки над коленями водорослевый состав. Аккуратно и достаточно плотно обмотайте ноги пищевой пленкой, сверху можно обернуть колени тканью. Походите с такими компрессами 30-40 минут. Капуста. Возьмите простую капусту и мелко нарежьте ее, а затем залейте жирным кефиром. Когда вы приняли ванну, распарили ноги, можно нанести полученную маску на жировые отложения над коленями. Проблемные места надо замотать пленкой и оставить на 50 минут. Мед. Очень эффективное медовое обертывание. Нужно взять несколько столовых ложек меда, добавить в него кубик сливочного масла. Смесь нанесите на припухлости над коленями и оберните эти места пленкой. Затем намотайте на ноги ткань, хорошо закрепите ее. С таким обертыванием можно не ходить. Просто полежите 30 минут. Голубая глина. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкайт. Глину лучше приобрести в аптеке. Ее надо развести согласно инструкции, а потом нанести состав на проблемные места. Сначала нужно обернуть ноги пленкой, затем необходимо намотать на них шерстяные платки. Такая процедура очень действенная. Чередуйте разные маски для обертываний, проводите процедуры каждый день. Упражнения для борьбы с жиром над коленями. Для начала, давайте вспомним аксиому любого избавления от жировых тканей, они не уходят локально, а сжигаются постепенно во всем теле. Наверняка, если вас беспокоит жир над коленями, то у вас есть и другие проблемные зоны. Поэтому основу физических упражнений должны составлять энергозатратные аэробные нагрузки, бег, спортивная ходьба, плавание, езда на велосипеде, катание на лыжах или роликовых коньках. Танцы. Дополнить их необходимо специальными упражнениями. Некоторые из них вы сможете выполнять даже сидя на стуле. Когда вы сидите на стуле, просто вытяните вперед ноги и подержите их так. Выполняйте упражнения 10-15 раз подряд. Можно приподнимать ноги, согнутые в коленях. Поднимайте их по очереди, оставляя угол сгиба в коленях 90 градусов. Выполняйте коленями круговые движения, когда вы сидите на стуле, а ноги находятся на полу. Лежите на спине. Поднимайте согнутые в коленях ноги по очереди, а затем вытягивайте их вперед и опускайте плавно. Сидите на коленях. Руки надо отвести назад, опереться на них. Озвучено Яндекс Спичкит. Отклонившись всем корпусом назад, начинайте осторожно разгибать ноги по очереди, вытягивайте их вперед, а затем снова сгибать. Старайтесь хорошо удерживать равновесие, когда сидите на одном колене, не откидывайтесь назад слишком сильно и постоянно опирайтесь на руки. Упражнение требует предельной концентрации внимания. Сядьте на колени и выпрямите спину. Осторожно отклоняйтесь всем корпусом назад. Когда вы уже отклонились максимально, зафиксируйте положение тела на несколько секунд. Упражнение надо выполнить 20-25 раз. Также следует чаще прыгать со скакалкой, делать махи и выпады ногами. Когда вы начнете действовать комплексно, жир над коленями обязательно исчезнет. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.